Приветствую всех на своем канале про Астрахань. Итак, у нас новая рубрика «Деятели Астрахани». Сегодня у нас в программе Иоаннис Леонтидис Варваций. Пройдемся по некоторым местам в городе, связанным с именем этого человека. Начнем с набережной Приложского затона, где установлен, собственно, бюст Ивану Андреевичу Варвацию. Установили его в 2004 году. Он назвал основные вехи жизни этого человека. Родился он на небольшом острове Псара, на северо-востоке греческого архипелага. Он был греком. Традиционно годом его рождения считается 1945. Однако семейная традиция гласит, что было опубликовано астраханским краеведом Александром Сергеевичем Марковым, что Варвакис был старше на 13 лет и родился на самом деле в 1732 году. Вообще, по биографии этого человека можно снимать фильм с элементами драмы, трагикомедии, приключений, всего и сразу. Кстати, заметьте, памятник почему-то, в отличие от Ильича, стоит лицом к администрации, а так сказать, спиной к городу. Ленина обычно ориентировали наоборот. Вообще, по-хорошему было бы поставить Варвация лицом к каналу, который он, собственно, и прорыл на свои деньги. Но почему-то решили сделать так. Основные вехи судьбы таковы. В молодости был знаменитым пиратом, за голову которого турецкий слутан обещал тысячу пиастров. Греки с турками вообще мирно не жили никогда. Затем стал героем Чесменского морского сражения, так как продал свое имущество и присоединился к русскому военному флоту против турок. Была русско-турецкая война. Затем стал крупным купцом и промышленником, российским дворянином, кавалером орденов святого Владимира и святой Анны. Прославился своей благотворительностью, был членом тайного греческого общества Филики Этерея. Затем стал активным участником греческой национально-освободительной революции. Следующий объект, который нам интересен, это Варвациевский мост. Идем мы, кстати говоря, вдоль канала Варвации. Да, вот это от Кутума до Царевской протоки, который аж за железнодорожным старым мостом, это все именуется ныне каналом имени Варвации. В 1769 году Варваций продает свое имущество, снаряжает небольшой военный фрегат и поступает в ряды русского флота. В знаменитой Чесненской морской битве оказывает своими практическими познаниями значительное содействие российскому флоту. И по представлению графа Алексея Григорьевича Орлова-Чесненского был пожалован лейтенантом. В 1774 году был заключен в мир с турками знаменитый Кучук-Кайнарджирский. Варваций был намерен приехать в Россию через Дарданеллы, однако его схватили турки, он попал в плен, лишился всего имущества и судна, буквально едва спас свою жизнь. А мы тем временем подошли на Варвациевский мост, ранее он назывался Полицейский по названию улицы, иногда его еще именуют Кировский, потому что он связывает улицу Кирова, одну из наиболее старых улиц центральной части Астрахани. Используется этот мост как пешеходный и как автомобильный. Следующая наша остановка, буквально в прошлом году появившийся арт-объект, это трансформаторная будка напротив здания номер 121 на набережной 1 мая. Компания Россия Тьюк в честь 15-летия своего основания, так сказать, подарила Астрахани новый арт-объект. На нем изображен варваций, фамильный герб и то, как выглядел канал в начале 19 века. Эпоха и личность, что называется, были выбраны не случайно, потому что канал, как я уже говорила, был прорыт и полностью обустроен на средства именно Иоанна Варвача. Или, как позже его стали именовать, Ивана Андреевича Варвация. Кстати говоря, некоторые горожане сказали, что можно было бы проявить больше уважения, чем просто нарисовать на трансформаторной будке. Но решили, с другой стороны, что надо начинать с чего-то и напоминать потомкам об исторических деятелях, которые работали на благо Астраханского края в прошлом. Продолжим немного о биографии Иоанна Варвации. По окончании войны он прибыл в Петербург. До своей заслуги был щедро одарен императрицей Екатерины II и назначен на государственную службу в Астрахань. Здесь он сколотил свое огромное состояние. Занимался он торговлей рыбой, естественно. Кроме рыбных промыслов занимался и откупами. Откупы – это система сбора с населения налогов, ну и других государственных доходов. То есть, такие своего рода коллекторы того времени, естественно, собирали гораздо больше, чем отдавали в казну. Также он был промышленником. В общем, село Икряное в нынешнем его виде обязано своему основанию как раз Ивану Андреевичу Варвацию. У нас тут все во льду, как видите. Мы сейчас перейдем в земляной мост, который находится в створе улицы Дарвина. И прогуляемся немного вдоль канала имени Варвация. В Астрахани он построил знаменитую соборную колокольню, Тихвинскую церковь с домом для причастия, богодельную на 50 человек. Но, к сожалению, дом Варвации был разобран в 2017 году. Идея прорыть канал и соединить Волгу с Кутумом принадлежала еще Петру Первому. Необходимо было это сооружение для того, чтобы осушить Солончаковые болота и сделать небольшую искусственную пристань для судов. Канал начали рыть в далеком 1744 году. Попытка продолжить сооружение делалась и при Екатерине Второй, и при Павле Первом. Но в 1809 году выяснилось, что работы не выполнены даже наполовину. Часть канала, которая уже была прорыта, превратилась, по сути, в зловонное болото. Собственно, неудивительно, что в Астрахани периодически вспыхивали всевозможные эпидемии и так называемые моровые поветрия. В итоге в Арвации решил достроить и очистить канал на собственные средства. Для этого он выделил более 600 тысяч рублей. В 1817 году строительство было завершено полностью. Через канал было построено 6 мостов. В итоге замысел Петра Великого был исполнен. Болотистые части города были осушены этим каналом. В жители получили нормальную воду, и это позволило доставлять припасы в самую середину города. Как писали в свое время астраханские и губернские ведомости, канал имеет в длину более двух верст с половиной и до 20 сажен в ширину. С обеих сторон устроена деревянная набережная, обсажена ветлами. То есть деревьями. Следующий объект это ныне известный как Сапожниковский мост. Ранее его именовали Спаски. Этот мост через Кутун был построен в 1805 году. Изначально он был деревянным и назывался Спаским, так как через него проходила дорога к Спасским воротам Белого города. Средство, опять же, на строительство этого моста вызвался выделить меценант и промышленник Иван Варваций. Сапожниковским он стал именоваться после 1889 года, после того, как его отремонтировали, замостили булыжником. Рядом стоял дом купцов Сапожниковых. В их честь в итоге его и назвали. Сейчас мы видим только одинокого рыбака, который пытается что-то поймать на этом тонком зимнем астраханском льду. Иван Саварвакис, которого в документах именуют господином надворным советником, в итоге стал миллионером. Велика была и щедрость этого человека, потому что бизнес должен быть социально ответственным. Согласно книге Корновича «Замечательные богатства частных лиц в России», пишет о Варвации следующее. По достоверным сведениям, во время своей жизни в России он употребил на разные благотворительные дела до 1,5 млн. рублей. Вообще же он пожертвовал в России на общественную пользу до 3,5 млн. и порядка 1,5 млн. рублей предоставил в пользу Греции. Остальное свое имущество он завещал дочери, бывшим замужем за директором банка в Астрахани, ознобишенным отцом русского стихотворца. Следующий объект, который нам интересен, это Причистинская колокольня. Колокольня, которая была построена на средства Варвации, была четвертой по счету. Колокольня с городскими часами на Причистинских воротах архитектора Луиджи Русско. Простояла она с 1809 по 1899, почти 100 лет. В 1809 на месте колокольни Мякишева была заложена новая кремлевская колокольня. Колокольня Варвации была построена в стиле классицизма. Второй и третий ярус колокольни украшали двупарные пилястры. Однако с середины XIX века колокольня стала крыльца вбок в сторону ныне Советской улицы, чего и получила название «Падающая». В нижней части колокольни возникла большая трещина, и решением руководства города в сентябре 1899 года начался ее демонтаж. В 1813 году Варвации уезжает в Таганрог. Там он построил великолепный греческий монастырь и также жертвовал на развитие Таганрога. Его часто называли великим благотворителем Астрахани и Юга России. Скончался он во время путешествия на родину на острове Занте. В возрасте 75, а по семейным преданиям в возрасте 93 лет. В любом случае он прожил жизнь достойную и яркую. Обе его дочери гребены в Астрахани. В Астрахани от благодарных потомков возведен лишь бюст и граффити. Продолжение следует...